Свой праздник Тамбов Маша и Артизавод вместе празднуют совершенно не случайно. В 2018 году оба тамбовских юбиляра объединились еще с двумя производствами в общую группу под именем русского ученого Николая Зелинского, создателя первого противогаза. История производства – это отражение хроники жизни как всего общества, так и отдельных людей. Сейчас в цехах заводов трудятся полторы тысячи человек, в том числе и ветвистые династии. Я с супругой познакомился на заводе. У супруги, в общем-то, в династии тоже работала. Ее отец, мать, брат. И брат ее до сих пор работает. Супруга-то на пенсию вышла. Вот я с братом продолжаю работать. Так что и такое случалось. Сегодня средство защиты органов дыхания – основной продукт производства объединения. Однако и комплектующие для них предприятия изготавливают сами. Недавно открылась собственная газопоршневая установка и швейный цех. В числе зарубежных партнеров – страны двух Америк – Израиль, Турция и Греция. Мы видим потребности, спрос не только в России, но и далеко за пределами страны. Поэтому те позиции, которые кажутся нам прорывными, мы, конечно, будем развивать. Мы активно вкладываем в переоснащение, приобретение нового оборудования. Только в прошлом году совокупно на двух предприятиях в целях модернизации и переоснащения затратили около 100 миллионов рублей без учета текущего ремонта. Но главное богатство заводов – это их коллективы. Большие коллективы этих предприятий, которые вносят очень серьезный вклад в экономику, в промышленное развитие Тамбовской земли. И это здорово, что так происходит. И мы очень надеемся, что благодаря и мудрому руководству, и ответственной и слаженной работе коллективов это будет происходить и дальше. Заслуженных и отличившихся заводчан в торжественной обстановке грамотами и премиями наградила областная администрация и руководство предприятий. Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей. Продолжение следует...